Привет, народ! И мы продолжаем играть в Хроники Нарнии. Принц Каспиан! И мы должны спасти Корнелиус из этой чётовой конюшни, ребята, иначе Корнелиус тут... Корнелиусу будет не очень хорошо. Давно не играл, ребят, и всё, забыл уже. В принципе, как обычно. Может, я могу что-то... Может, я могу тут всё пробить, ребята, пробить всё, а тут проход нет. Кстати, у нас тут есть Кентавр в конюшне. Мне кажется, да, отличное место для Кентавра, конюшня. Хотя он и человек отчасти, но всё равно, мне кажется, он подходит чисто внешне. Ну, как посмотрели, правда, не знаю, что с этим делать, но я уже знаю. Вот и Корнелиус, ребятки. Я помню, что мы это уже проходили, а такое небольшое напоминание к тому, что было. Вот, мы спасли Корнелиус по виде рыцаря, теперь же нам нужно прорваться вперёд, используя, я не знаю что, ну просто всё. У нас тут целых две двери, ребята, откроются. Даже не знаю, столько выбора. Мне кажется, слишком мне это ключа не давать. Хотя, постойте, может, я могу разрубить? Да! О, да, я могу разрубить такая сена! Всё, эти доски, ладно. Ну, смотрите, гирька. Не знаю, о, знаю, что с ней делать, только хотел сказать, не знаю, что с гирькой делать. Я даже ещё не видел место, в которое её нужно положить. Знаете, вот какой я, не знаю, упрямый, что ли, сегодня весь день стоял, ну не весь день, но пару часов стоял в очереди. Ну не в очереди, а просто стоял, ждал, в итоге час, получилось полтора, рульку в супермаркете свиную. Потому что я очень люблю такие рульки, и мне именно вот в этот день, потому что, потому что мне было грустно, мне хотелось эту рульку. И поэтому я стоял её, ждал, бродил по супермаркету, ждал её, не знаю, полтора часа бродил и ждал. Вот это терпение, ребята, я считаю, это отличное терпение, знаете. Раньше я так не мог, но сейчас, в последнее время, я стал очень терпливым, ещё более терпливым, чем раньше. Хотя, если бы я рассказал, наверное, о всех случаях, когда я о чём-то терпел, вы бы офигели, наверное, сколько я терпел. Терпел, и причём всё хорошо кончилось, знаете, а давай терпишь, терпишь, в итоге... А в итоге... Давай по новой, Миша, всё фигня. Как в том ролике. О, коняшка, давайте коняшку припаркуем. Про коняшку ездят тут припарковать или где-то ещё? Теперь всё, оконный теперь наездик. Я знаю, что коняшки не паркуют и вставят в стойло, но не всё ли равно, ребята. Припарковать коня как-то покруче, а то в стойло поставить, какой-то грязный стойло коня поставил. Зачем? Можешь припарковать его на платной парковке. Городят тут стижно. Типа, у меня крутой конь, я его на парковке паркую. А то из своего. Я, кстати, видел уборщиков на конях. Серьёзно, я видел уборщиков на конях. И я, правда, не знаю, зачем им были кони и всё такое, но... Я не смог спросить, они были слишком высоко на конях. Но это определённо было забавно и интересно. Целых два коня, ребят. Я даже не знаю, зачем им столько коней. Мы сверимся, разбейте дверь конюшню. Проберите на верхний этаж, чтобы открыть перегротки внутри конюши. Поедите конюшню верхом на лошадях. А, понятно, нужно просто покинуть конюшню верхом на... Лошадка. А, за тем ключом я не полезу. Лошадки, давайте, вперёд, поехали. Ну вот лошадки вроде с нами. Давайте хоть одну оседлаем. Вот. Корнели... Корнели не может на лошадях кататься, не знаю. Видимо, видимо, немножко пышновато. А ты, ты что, нет, тут всё отлично. Так, тебе нужно открыть эти перегротки, только как? О, вот, смотрите, мы... Вот как я должен был найти эту веревку, мне где-то, как... Как я должен был её найти, где случайно я нашёл? Не-не-не, вверх, вверх лезь. Мы ещё рычажок, мы не передёрнули... Ой, не зёрнули рычажок. Такой сок пустный. Знаете, сколько я сегодня выпил? Просто эти рульки, они дико солёные, и я поэтому выпил просто тонну всего, чего только можно. Всяких соков и... И хотя летом, я думаю, летом можно, ребят, летом можно попить. Слава богу. Знаете, слава богу, в этой игре есть указатели, иначе я в жизни не додумался куда-нибудь... Нет, я бы её нашёл рано или поздно, но заняло бы это у меня значительно больше времени. Да, ну, как я понимаю, это на потом. Пока что нужно перейти на другую сторону, и там, не знаю, что-то сделать, рычажок дёрнуть. Вот рычажок. Нет-нет, меч не надо. Ну, вроде, одну сторону открыли, знаете, уже успех. Я, как всегда, просто играю поздно, поэтому я позволил себе небольшой зёв. Что-то чувачки тут есть, только вот не видно, где они, кстати, есть. Ворота теперь открыть можно будет? Да, по-моему, по-моему, теперь да. И сезам... Нет, да, нет, открылось. По-моему, да. По-моему, до сих пор помечено крестиком, уж не знаю почему. А где кони? Куда-то всё пропало. Покиньте конюши верхом на лошадях. Вот только лошадки-то куда делись? Неожиданно. Ладно, давайте просто выйдем. Мне кажется, кони, они сами там где-нибудь появятся. Во, сами появились. Зачем нам было два коня? Непонятно зачем. Вот один конь, но мне хватало. Что же, у нас следующая миссия сейчас будет? И да, я напоминаю, пропустил вот эту заставку из кинца, потому что, в принципе, её можно показывать, но от греха подальше, ребят. Потому что YouTube бывает жесток. По-моему, они когда-нибудь правила поменяют, решат, типа, а давайте будем блочить за там любой фрагмент из фильма. И бац, и как бы всё. Мне так спокойнее на душе. А теперь чем мы занимаемся? Добейтесь до холма Аслана. Отдалейте Тельмарина в патрульных. Тельмарина. Следующая миссия вроде. Круто. Я, кстати, очень... Очень жду концовки, потому что мне про неё говорили, что она дико эпичная. Я её не подсматривал, мне я хотел сам дойти. Я играю первый раз, значит, что в детстве как-то мне в 2008 вышла эта игра, но не довелось мне поиграть. В 2008 мне, получается, было минус сколько? Сейчас 2015, это минус 5, 7 лет. 7 лет прошло. Как будто вчера было. Значит, мне было в 2008 12 лет. Блин, да, я в 2012 ещё не успел поиграть. Я, по-моему, в Кроники Нарнии поиграл. Я раньше поиграл в 2012. Наверное, ко мне было лет 11-10 я уже поиграл в Кроники Нарнии первое. Потому что они вышли в 2006, вроде бы, или в 2004, неважно, впрочем. Главное, я помню, что я поиграл. Я совершенно не понял, что они сейчас пытались показать, какую-то формацию. Главное, вовремя прятаться, ребят, это вот весь секрет. Полезли, полезли. Сразу два ключа. Видите, как она заботится? Вообще, ой-ой-ой, ой-ой, 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 я не подобрал. Потому что у меня здоровье голубое, это... Ну, как я понял, это хорошо. Ждём. О, Каспина, Каспина убила! Каспин, прячься! Я понимаю, ты герой, но не до такой же степени. Всё, тут можно не бояться. Я не знаю, почему здесь мигают сделки. По сути, они тут уже их нет. Ну, лук я не буду прибирать, потому что Каспин с луком в лишнем бою. Это как корова на льду, причём не просто корова, а корова на лыжах. На лыжах, на льду. Вот примерно так это будет выглядеть. То есть, очень опасно. Огромный меч, я хочу взять. Сразу контрольная точка при помощи меча. Знаете, прикольно было бы этим мечом каждый раз ударяешь. Контрольная точка, контрольная точка. Ладно, идём вперёд. У меня просто фантазия разыгралась, ребята. С ними не стоит связываться. Что мне сделать, не прорубить. Проще простого, хоть что-то можно сделать по-простому. О, зайка, зайка, прыг, правда, он застрял... А, нет, всё, дошло. Идём во время боя, он застрял на месте. И просто прыгал на месте от страха. Настолько он напил перепулом. Иногда эти линейные миссии мне даже больше нравится. Потому что здесь миссия довольно-таки линейная. Просто беги вперёд, делай то, что требуется. Он расслабляет. Потому что такая нелинейная миссия, как ты возвращаешься в одну точку и всё такое. Не знаю. Это не мой любимый, скажем так, метод. Фух, толкнулась. Ой, там, вы сами умираете? А, ну ладно, я пойду тогда. Как же круто, такой меч подобрал. Я недооценил возможности этих мечей, ребята. Я понимаю, теперь можно уступать бой. Базинга! Чёрт, катсцена. Вместо базинки. А, это просто вам показать, что... Что может быть, если мы выйдем на поле боя. О, смотри, сколько тут чуваков. За знамёнами еще есть. Готово, только... А, теперь что? Это всё крутое оружие тут раскидано. Именно потому что, видимо, уровень довольно-таки... Ну, относительно сложный, может быть. Но, в принципе, и так играется довольно без проблем. А помните, как мы собирали монеты в первых хрониках на армии? Это там, лев, колдунья, волшебный штаб. Там мы просто монетки собирали. Которые сейчас освечиваются как автосохранение. Самое время залезть наверх. Как всегда, ничего не получилось. А, к сожалению, взять... Почему мы не можем взять этот меч, а? Ну, почему? Меч хороший. Я думаю, мы тут только за сундуком, кстати. Как только я его увидел, подумала. Опять бонусная локация. Которые просто надо взять в сундук. Но нет, мы тут все оказалось намного веселее. У нас только два меча сейчас будет внизу, ребят. Можно прям выбрать. Нет? Только лук. А, не буду выбирать бонусную луку. О, еще... Вот еще один бонусный меч. Это-то хоть не одни мод. Блин, сейчас мы уже только пробиваемся. Я не знаю, почему мне написано игрок один, игрок два. Над головой, хотя, по сути... А, да, костюм просто идет. Он даже не помогает сражаться. Попытаемся обойти. Давайте действовать разумно. Вот 90 раз уж надо. Надо убить. Где кто отображается, краска? Это неуязвимость, ребята, идем вперед. Это была плохая идея использовать неуязвимость, ребята. Как бы я подумал, давайте использовать неуязвимость и прорваться вперед. Нет, это была плохая идея. Надо использовать лук. Но атаковать всех пацанчиков необязательно. Вот только лук. Но вторим ошибок. Сделаем все правильно. Знаменатель. Давай, выходи, выходи сюда. Дайдем с бопа. Не мешай, чертов бык. Дебюки всеми стоят. Встают передо мной и мешают. Кажется, я знаю, как можно облегчить задачку. Ближний бой? Да, ближний бой, конечно же. Что, нет? Сорвал? Ну, конечно же, я противоважную сторону бросал канат, чего я хотел. Нет, вряд ли, что получится, они ему скидывают. Продолжаем обстреливать. Кстати, там вроде никого нету, давайте попробуем забросить. Ну, именно под канатом. Да, все не так вот тут перекрыто. Мы не сможем просто взять и, так сказать, прорваться. Что-то такое здоровье упало. Позьмите, постойте, получится. Ну, что нужно? Хоть первую половину солдат уничтожим. По сути, это все, что от нас и требовалось. Нет, даже не знаю, ничего подбирать не хочу. Обратная сторона луны. Каспин, спускайся. Не-не-не, не надо залезать, Питер, не надо. Я хочу Каспина. Не, не в том смысле. В хорошем смысле, он мне нужен для того, чтобы уничтожить отчество. А тут все проще. Смотрите, тут нет никого скрытой деревяшки, которая будет мешать все время. А знаменосец не дает богу. Нет, я должен подняться, куда я разобраться. Тут хотя бы видно, куда я забираюсь. Проход честь. Мне кажется, разработчики в этой игре, они хотели просто показать боевые сцены. Это была главная задача, наверное. Мы хотим боевые сцены показать. Как можно больше врагов в одном кадре. Мастер, беги! О, все семейство собралось. Аслан близко. Я чувствую. Следуйте полму Аслана. Найдите потойный уход в зал каменного стола. Ну, погнали. Чем же еще тут заниматься? О, чувствую, много будет беготни, конечно, но да ладно, ничего не поделаешь. Ну, я предчувствую, знаете, я чую беготни в играх. Надеюсь, что все-таки нет. А вниз спустить мост? Нет, никак. А, нет, есть способ. Есть мелья. Может быть, зря я? Так вот, я не знаю, что делать с этим вазами. Вот, это уже полезная вещь. Что-то, если нет? Какой беготни, я не знаю, что делать с этим? мне кажется ты можешь отпустить ручку питер ты достаточно накрутил нет то есть я должен был продолжать и я думал достаточно но можно отпускать чуть заранее что долго на страну что вроде мы поставили в нужное положение мостик мы все равно нужно продолжать включить но за ок а как а вышется в обратную сторону ребята замечаете а вот с секретная ручка а с 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 И, ну, или он, здесь простыми словами, он очень стандартом становится. Привычным, стандартом, ничего нового. Так что могу посоветовать. Сериал Раскопки, в принципе, неплохой сериал. Ну, может быть, для не слишком искушенного зрителя. Если вы искушенный, то... Или привыкли, знаете, вы хотите что-то на уровне, там, я не знаю, Шерлока, то... Это определенно не то, ребят. Хотя там есть парочка довольно интересных моментов. Хотя некоторые моменты, я считаю, можно было сделать лучше. Некоторые моменты, там, реально слишком... Прощенным. Пока он с ним еще получается. Вот, два блока есть, слава богу. Я думал, надо будет все их одновременно составить. Это радует, что... Меня радует, что нет. Продолжаем дергать за ручки. Мы составим эти. Так, надо идти, не знаю, верхнее составлять. Да и нижний блок тоже. Мне кажется, вот здесь мы почти, мы почти уже составим, там, близки. Последний, вот здесь надо дернуть, и все. А, нет, немножко не то. Что-то опять пошло не так. Последний, ну вот сейчас, сейчас 100% должно быть то, что нужно. Да, наконец-то. А ведь могли сделать четыре рычага еще сложнее. Но нет, нет, я рад, что под конец игры упростили немножко. Приятно. Эй, ты! Эй! Сюда! Я здесь! Откуда ты вылез, а? Это босс противный. Возвращение Белой Колдуни. Что же, предотвратить возвращение Белой Колдуни мы перейдем к этому в следующей части, ребят. Спасибо вам за просмотр. И можете ставить лайки, подписываться на канал. Увидимся с вами в следующей части. И пока, ребята. До следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.